Гостями церемонии стали политические деятели депутаты Законодательного собрания края, главы муниципальных образований Кубани, представители общественности, почетные граждане и жители Анапы. После оглашения результата в 34-й сессии Совета муниципального образования, где единогласно депутаты избрали Юрия Полякова главой Анапы, Юрий Федорович с трибуны произносит слова присяги. Вступая в должность главы муниципального образования город-курорт Анапа, «Торжественно клянусь уважать и защищать права и свободы жителей города-курорта, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Краснодарского края, устав муниципального образования город-курорт Анапа, верно служить Анапе и анапчанам». Депутаты принимают единогласное решение – считать Юрия Полякова вступившим в должность главы муниципального образования город-курорт Анапа. Первым слово берет представитель аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе. Он подчеркивает, руководящий опыт Юрия Федоровича позволит ему справиться с поставленными задачами. «Белитная просьба к нашему депутатскому корпусу, к представителям силового блока и других федеральных структур. Вместе с главой вы должны объединиться и делать общее дело. Ведь президент не раз уже говорил, что самое главное, результат нашей с вами работы – это мнение граждан и уровень жизни наших граждан». От имени главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева речь произносит вице-губернатор Кубани Игорь Галыс. «Вы для города человек не чужой, очень хорошо знакомы со всеми проблемами территории, знаете, что нужно не только принимать отдыхающих, отвечать за их безопасность и комфорт, но и самое главное – заботиться о тех, кто живет и работает в этом муниципальном образовании. Губернаторам, советам, депутатам вам оказано высокое доверие, которое необходимо оправдать. Собственно говоря, вы теперь главный проводник государственной политики на местном уровне». Игорь Галась вручил Юрию Полякову удостоверение главы города-курорта, а также медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани первой степени. В своем ответном слове Юрий Поляков выразил благодарность анапчанам и подчеркнул, он намерен работать с полной самоотдачей. В зале сегодня были представители различных отраслей экономики, руководители ведущих предприятий «Анапы». Все они связывают с новым руководителем надежды на перемены. «Онапа всегда исторически была курортом, курортом в первую очередь детским. И в последние годы наметилась такая тенденция, что на вторых ролях у нас зачастую остается курортная отрасль. Конечно, это неверно. И в первую очередь, на что мы всегда смотрим с надеждой и ждем, это общение, взаимодействие с нами, с главами наших крупнейших здравниц. В свою очередь готовы помогать развивать Анапу как курорт в дальнейшем. Я думаю, всем это будет только на пользу». «Перемены ждем к лучшему. Почему? Потому что мечтаем, чтобы у нас строились детские сады, мечтаем, чтобы расширялись площади, мечтаем, чтобы у нас оборудование, чтобы, как говорится, наша пространственная среда для наших детишек была наиболее продуктивной, наиболее конструктивной. И, соответственно, чтобы нам всем, которые работают в этой отрасли, жилось и работалось комфортно». «Мы думаем, что с его приходом мы сможем добиться хороших результатов. А какие проблемы? Убрать стихийную торговлю и дать возможность стационарным предприятиям стать еще лучше. Мы готовы к этому и будем развивать свое дело и дальше продвигать на самый высокий уровень».